Молитва для привлечения идеального супруга. Я знаю, что я и Бог сейчас одно. В нем я живу, двигаюсь и пребываю. Бог есть жизнь, и это жизнь всех мужчин и женщин. Все мы – сыновья и дочери Единого Отца. Я знаю и верю в то, что есть человек, который хочет любить и лелеять меня. Я знаю, что смогу составить его счастье и покой. Он любит мои ценности, а я люблю его ценности. Мы с ним на одной волне. Он не хочет переделывать меня, я также не хочу переделывать его. Между нами взаимная любовь, свобода и уважение. Есть только один разум, и сейчас в этом разуме я узнаю этого человека. Я сейчас соединяюсь с достоинствами и личными качествами, которыми восхищаюсь своим мужем. Я единое целое с ним в моем разуме. Мы знаем и любим друг друга в божественном разуме. Я вижу в нем Бога, и он видит Бога во мне. Познакомившись с ним внутри себя, я должна познакомиться с ним также и извне, так как его закон моего собственного разума. Эти слова достигают того, кому они посланы. Я знаю, что теперь это выполняется, завершается и реализуется. Благодарю тебя очень. Я знаю, что я и Бог сейчас одно. В нем я живу, двигаюсь и пребываю. Бог есть жизнь, и это жизнь всех мужчин и женщин. Все мы, сыновья и дочери единого Бога. Я знаю и верю в то, что есть человек, который хочет меня любить и лелеять меня. Я знаю, что смогу составить его счастье и покой. Он любит мои идеалы, а я люблю его идеалы. Он не хочет переделывать меня, и я также не хочу переделывать его. Я создана для этого мужчины. Это мой мужчина, усмотренный Богом и приготовленным для меня. Между нами взаимная любовь, свобода и уважение. Есть только один разум, и сейчас в этом разуме я узнаю, этого человека. Я сейчас соединяюсь с достоинственными и личностями и качествами, которыми восхищают свою мужу. Я единая целая с ним в моем разуме. Мы знаем и любим друг друга в божественном разуме. Я вижу в нем Бога, и он видит Бога во мне. Познакомившись с ним внутри себя, я должна познакомиться с ним так же и извне, так как это закон моего собственного разума. Эти слова достигают того, кому они посланы. Я знаю, что теперь это выполняется, завершается и реализуется в Боге. Благодарю тебя очень. Я знаю, что для Бога все возможно. Я верую в это и принимаю это всем сердцем. Я знаю, что высшая сила во мне превращает темноту в свет. Сейчас я созерцаю Бога, пребывающего во мне. Сейчас я соприкасаюсь с жизнью, любовью, истинной красотой, находящимся внутри меня. Я настраиваюсь на божественную любовь. Я знаю, что гармония, здоровье и мир сейчас наполняют меня. Так же я живу и действую, утверждая идеальную семейную жизнь. И она становится действительностью. Сейчас я представляю мысленную картину и ощущаю реальность моего совершенного семейного счастья. Меня наполняет чувство спокойствия. Благодарю тебя очень. Я знаю, что ты уже усмотрел и все решил для меня. Я принимаю и благодарю тебя. Я знаю, что я и Бог сейчас одно. В нем я живу, двигаюсь и пребываю. Бог есть им жизнь. И это жизнь всех мужчин и женщин. Все мы – сыновья и дочери единого Бога. Я знаю и верю в то, что есть человек, который хочет меня любить и лелеять меня. Я знаю, что смогу составить его счастье и покой. Он любит мои идеалы, а я люблю его идеалы. Он не хочет переделывать меня, и я также не хочу переделывать его. Я создана для этого мужчины. Это мой мужчина, усмотренный Богом и приготовленным для меня. Между нами взаимная любовь, свобода и уважение. Есть только один разум. И сейчас в этом разуме я узнаю этого человека. Я сейчас соединяюсь с достоинственными и личностями и качествами, которые восхищают своим мужем. Я единая целая с ним в моем разуме. Мы знаем и любим друг друга в божественном разуме. Я вижу в нем Бога, и он видит Бога во мне. Познакомившись с ним внутри себя, я должна познакомиться с ним также и извне, так как это закон моего собственного разума. Эти слова достигают того, кому они посланы. Я знаю, что теперь это выполняется, завершается и реализуется в Боге. Я благодарю тебя, Отчим. Я знаю, что для Бога все возможно. Я верую в это и принимаю это всем сердцем. Я знаю, что высшая сила во мне превращает темноту в свет. Сейчас я созерцаю Бога, пребывающего во мне. Сейчас я соприкасаюсь с жизнью, любовью, истинной красотой, находящимся внутри меня. Я настраиваюсь на божественную любовь. Я знаю, что гармония, здоровье и мир сейчас наполняют меня. Также я живу и действую, утверждая идеальную семейную жизнь. И она становится действительностью. Сейчас я представляю мысленную картину и ощущаю реальность моего совершенного семейного счастья. Меня наполняет чувство спокойствия. Благодарю тебя, Отче. И знаю, что ты уже усмотрел и все решил для меня. Я принимаю и благодарю тебя. Эту молитву обязательно читайте три раза в день. Читая, пусть каждое слово для вас станет значимым, бессонным. Введьте образ и будьте благодарны за то, что этот человек Богом уже высвобожден в вашу жизнь. И чем ярче и сильнее будет образ, чем ярче внутри будет огонь гореть, вы вскоре обнаружите друг друга. И точно узнаете. Потому что Бог уже усмотрел для вас этого мужчины. Бог усмотрел для вас того человека, кого вы видите в идеале. Он может прийти сам в невзрачном способе. Даже так, как вы не ожидаете. Моя подруга с моим мужем познакомилась очень удивительно. Она ехала по трассе и ей попал в голововое стекло камень. И она была очень огорчена. Она была очень расстроена. И она заехала в соседнее СТУ, чтобы ей не смогли хоть как-то реставрировать это стекло, чтобы она могла поехать дальше. Потому что денег на новое стекло у нее в тот момент не было. И вот она расплакалась на этом СТУ. И мужчина подал ей чашечку воды и начал ее утешать. Она горько очень плакала, потому что в этот момент она не видела ни способов, ни возможностей, как починить это стекло. И этот мужчина утешал ее и говорил, что все будет хорошо. Обязательно все будет хорошо. Они как смогли, отреставрили это окно, подлатали его немножечко. И этот мужчина, когда они прощались, говорит, а можно ваш номер телефона? Я вам позвоню, может быть я найду БУ стекло у кого-то и вам заменю, и это будет не так дорого стоить. Эта девушка, она достаточно гордая. И она очень повернулась, так и сказала, не надо. Я сама найду. Но он все-таки догнал ее и дал ей визитку. Говорит, вы все-таки позвоните. Если вы в ближайшую неделю не заработаете на новое стекло, то позвоните, я разузнаю среди всех своих знакомых, может на вашу марку машины я найду БУ. И эта девушка положила визитку, она не была настроена ни на какие отношения, и практически забыла о нем. И через два дня она начала звонить знакомым, чтобы одолжить деньги на новое стекло. И один знакомый ей говорит, а зачем тебе новое? Сейчас можно купить в три раза дешевле в БУ стекло. И в этот момент она говорит, я вспомнила глаза того мужчины из ТО, который мне говорил то же самое. И я тут же нашла его визитку, позвонила и сказала, в принципе, говорит, я готова на БУ стекло, помогите мне его найти. И вот этот мужчина искал там два или три дня, позвонил ей и сказал, что мы нашли это БУ стекло, оно будет стоить, назвал цену совершенно подходящую для моей подруги. И она, как знак благодарности, пригласила его на чашку кофе. Как вы догадываетесь, скоро у них разгрался роман, этот мужчина оказался вдовцом, его жена умерла два или три года назад, и он уже даже и не чаял надежды, что в его жизни придет любовь. Они начали встречаться, и уже через три месяца она прилетела на крыльях счастья ко мне и сказала о том, что Сергей, как его зовут, взял ей предложение в любви и сердце. Поэтому ваши ожидания, где этот мужчина может быть, могут не совпадать с вашими предположениями. Поэтому позвольте любящему Богу, положитесь на любовь Бога, который заботливо приведет в самом нужном времени этого мужчины. Будьте счастливы. Вы этого достойны.